Всем привет! Продолжим упражнение с RabbitMQ, в частности с MasterAzit. Давайте посмотрим, что у нас есть на текущий момент. На текущий момент у нас есть два микросервиса, который один называется UserService, и второй называется OrderService. И мы планировали, что UserService будет ходить в OrderService непосредственно через RabbitMQ, то есть через очередь сообщения, но через прослойку, которая называется MasterAzit. Давайте для начала запустим оба сервиса, чтобы проверить, что у нас все осталось в рабочем состоянии. Вот запустился первый, вот запустился второй, и оба сервиса, ну почти оба, один момент, секунду, вот оба сервиса подключились к RabbitMQ, причем никаких дополнительных телодвижений мы не делали, кроме того, что создали подключение к очереди сообщений через MasterAzit. Ну и, в общем, мне в планах показать использование одного консумера, который будет делать запрос, другой, вернее, консумер это потребитель. Ну и давайте, собственно говоря, начнем. Итак, с чего начать? Ну, во-первых, я за кадром переименовал сервисы, то есть микросервисы, он теперь имеет название Users и Orders, и чтобы нам было удобно с ними ориентироваться в процессе создания видео в том числе. Итак, у нас есть подключение, у нас есть два сервиса, с чего начать? Начать, конечно же, нужно с контрактов. Смотрите, у нас есть два проекта, и они оба, давайте я их покажу, вот один, вот второй, то есть это OrderService и UserService, и еще у нас есть библиотека контрактов, так называемый NuggetPacket, который мы, собственно говоря, шарим на оба проекта. Ну и, в общем-то, если учесть, что конфигурация эта редко будет меняться, можно было бы разделить сборку контрактов, и, собственно говоря, ну, то есть контрактов это Data Transfer Object, которые, DTO-шки, которые будут летать из одного сервиса в другой и обратно, и, собственно говоря, Mass Transit какой-то Configuration, да, если хотите. То есть я бы их разделил на два, потому что контракты в процессе разработки будут меняться часто, обновляться часто, при этом затрагивать конфигурацию особого смысла нету. Ну, я бы сделал отдельно, вы, собственно говоря, вправе поступить, как вы хотите, поэтому я не буду больше на этом настаивать. Ну, и раз у нас есть вот такой вот проект, давайте я создам новую папку, пусть она как раз и называется, я называю обычно ViewModels, потому что так или иначе это ViewModels, и теперь, когда у нас есть папка, в ней можно создать первый консумер, вернее, первый контракт, сейчас я раскрою папку, да, куда, и создаем здесь, ну, смотрите, мы будем отправлять из юзеров ордеры, запрос на ордер, да, давайте так и назовем, order request, ну, даже order request, и все, и больше ничего не буду писать. Итак, у нас есть какой-то ViewModels, собственно говоря, мы можем его, так, нам, мы будем запрашивать имя пользователя, у нас пользователи, я прошу прощения, я не помню, сейчас посмотрю, у нас здесь есть Person, у Person есть Identity, и это GWT, ну, соответственно, давайте переключимся в MassTransit, напишем здесь GWT, собственно говоря, лучше, конечно, написать его правильно, так и назовем UserID, то есть этот request полетит из юзеров, соответственно, из сервиса юзеров в сервис orders, ну, давайте я по образу подобию удалю все лишнее, здесь я сделаю рекод, и, ой, ну, я напоминаю, что это мой сниппет, в общем, он мне напоминает, чтобы понажать ее специальной кнопкой Ctrl-Shift-Alt-3, можно было увидеть то, что я не доделал в проекте, ну, опять же, это, собственно говоря, про удобство. Ну, смотрите, у нас есть response, то есть request, order request, и, соответственно, нам нужно сделать какой-то orders response, Давайте вот так и создадим Order Response Ну, Response У нас здесь будет включать себя Несколько заказов, как вы помните Я что-то неправильно назвал Давайте я переименую Response Так вот И переименую Здесь у меня будет несколько Возвращаемых айтемов Я давайте опять же По образу и подобию сделаю здесь Record Просто не могу, когда мусорно В коде И смотрите, давайте посмотрим, что у нас User И у нас Давайте всегда посмотрим В Order есть, соответственно, Order Да Number, так, а ViewModules У нас Нету Не поверите, это даже очень хорошо Потому что, смотрите Существует такое понятие Как Data Transfer Object То есть ViewModules Которые могут Передаваться И от сервера То есть от сервиса Чистый, Get Setter И просто название То есть обыкновенный транспорт Обыкновенное хранилище Для переноса данных У нас ViewModules Order нету Я скопирую его свойства Еще у нас Вот здесь вот есть одно ID Ну, есть что оно Int Ой, GUID Я его запомню И соответственно Вот эти вот Свойства Свойства Мы будем создавать Вот здесь Смотрите Здесь я создам Property Который будет называться Ну, давайте так I Не буду Collection делать Давайте I Enumerable Пусть это будет Как раз тот самый Order ViewModules Это будет Orders у меня Вот такая вот Штука Теперь мне Собственно говоря Этот самый Orders ViewModules Нужно создать И он у меня Будет содержать Те свойства Которые Соответственно У меня и содержит Мой Order В сервисе Order Единственное Что мне здесь Осталось Добавить GUID Это будет Int Ой, в смысле GUID ID То есть Это идентификатор Будет В общем Давайте Я вот так Назову ViewModules For Orders Даже вот так Напишу Это у меня Будет ViewModules В котором Будут Наполняться Мои Ордеры И передаваться Вот в этом Респонзе В ответ На Вот этот Вот GUID Ну И в общем Теперь у меня Конструкция Практически Готова Теперь Я могу Сделать Что Я теперь Могу Сделать Consumer Но перед этим Мне нужно Организовать Вот этот Вот Новый пакет Нугет пакет Обновить Его версию Давайте Сделаем Что у меня Версия Будет Смотрите Про Есть такое Понятие 7вер Да Версионированием Давайте И вот так Вот Как Делать Версии Потому что Меня тоже Спрашивают 7вер .org Отчего Зависит Когда Меня 7 Неправильно Написал Прошу Упрощение 7 Сематическое Версионирование Если Грубо Говорить Можно Даже Где-то Включить Русский Сейчас Я Клмн Татарский Польский Русский Вот Как это Работает В какой Момент Нужно Менять Какую Часть Этого Версии Первую Третью Зависимости Ну Я В общем Если Хотите Почитайте Я Здесь Просто Поставлю Большую Версию Как будто Я изменил Как будто У меня Было 1.1.0 Я Нажму Теперь Сбилд У меня Собирается Проект Дальше Я Как в прошлый Раз Делаю Папку Проекта Открою Зайду В папку Бин Обратите Внимание Что я Билдил Ее В релизе У меня Вот Версия 1.1 Я Говорю Отправить Ее В Колобонго Нагит Папку И Соответственно Теперь Здесь Я могу Нажать Update У меня Появился 1.1 Здесь Я могу Нажать Update Nuget Package Вот Он 1.1 Install Да Хочу Сюда Мы Еще Вернемся А Вот В Ордерах Да Отлично Он Установлен И У меня Теперь Есть Помимо Ордера Еще И ViewModel Но Он Находится В пакете Теперь Мне Что Нужно Сделать Мне Теперь Нужно Создать Папку Давайте Я В корне Создам Папку Mass Transit И В этой Папке Создам Order Consumer File Создам 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 У меня Будет Консумер Который Будет Искать Определенный Запрос Который Будет Передавать Мне Rabbit MQ И Я Его Должен Обработать Я Это Сделаю Вот Так Вот Order Request Как Вы Помните Я Называл То Смотрите Консумер Это Перехватчик Хендлер Если хотите Специального Реквеста Потом Реквест Будем Отправлять Консумер Для Этого Реквеста Будет Делать Следующее Консум И Здесь Что Мне Нужно Как То Из Базы Данных Получить Консум То Смотрите У меня Здесь В Контексте Есть Message Это Тот Самый Как Вы Успели Заметить Давайте Еще Раз Message Вот Это Как Раз Тот Самый Order Request У Которого Как Вы Помните Есть User ID То Есть Var User Давайте Вот Вот User ID Как Раз Лежит В Этом Message И Теперь Ну Тут Как Б Уже Никакой Магии Дальше Нет Здесь Нужно Сделать Конструктор Сделать IUnit Work Вот Таким Вот Образом Например Здесь Мне Еще Потребуется Imapper Я Чуть Позже Создам Пусть Он Так И Называется Я Хочу Сделать Вот Так И Еще Хочу Вот Так И Теперь У Меня Здесь Возможность Получить Есть Orders Все Ордеры Из Unit Work Get Repository Orders Мне Соответственно Нужно Их Вот Так Сделать Get All Но Я Я бы Хотел Сделать Предикат На То Чтобы Мне Не Все Ввернулись А Только Те Так Где Person Ну Странно Что Ну Ладно Пусть Будет Person Равен User ID Сейчас У меня Здесь Orders В 25 Строке И Мне Их Нужно Замапить Допустим Во View Models Models Пусть У меня Будут Равны Mapper Map То Я Преобразую Ордеры В смысле Заказы Во View Models У меня Здесь Есть Order View Model Который Тоже Лежит В той Сборке Которую Мы Сделали И Как Так Ну Во-первых У меня Здесь Будет Не Один Ордер А Много I I Enumerable Об этом Нельзя Забывать Вот Он Мой I Enumerable И так Как У меня Orders Тоже Будут Пачкой Здесь У меня Появятся Модели Ну И Здесь Мне Собственно Остается Только Сделать Следующее Мне Нужно Сказать Что Что Я Должен Вернуть Response Async И Я Здесь Буду Возвращать Как Раз Тот Самый Models Ну Конечно Ж Здесь Нужно Написать Await Или Кстати Можно Написать Return Но Я Хочу Поставить Бряку Поэтому Я Сделаю Return Await То Я Прерву Процесс Посмотрю Результат И Попрошу ReSharper Добавить Мне Async Так Что То Мне Здесь Не Срастается Так Потому Что Респонс У Нас Task Он Ничего Не Делает Никакого Return Не Надо Это И Чудно Ну И Как Вы Понимаете Consumer У У меня Здесь Уже Есть Давайте Здесь На Будущее Поставлю Бряку Нам Единственное Что Нужно Теперь Написать Маппер Который Из Ордеров Из Этих Ордеров Сделает Order View Model Вот Мой Ордер Ой Вот Мой Папка Мапперов Я Создаю Здесь Order Mapper Configuration Да Теперь Я Создаю Здесь Mapper Configuration Base Наследника И В общем Если Интересно То Это В инфраструктуре Заложено То есть В шаблоне Микросервиса Из которого Я создавал Этот Маппер Есть Ну и Здесь Мне только Остается Сделать Вот эту Штуку Как раз Order Мне нужно На Order View Нет Не так View Model Так У меня Что ли Два Order View Model Да Один Лежит Order Controller А второй Соответственно Этот Ну-ка Order View Model Да Здесь У меня Уже Есть Order View Model Который Лежит Непосредственно В контроллерах И Это У нас Работать Не будет Потому Что Мне Нужно Использовать Тот View Model Который Я Создал В Контрактах В Противном Случае Система Не будет Знать Что Это За Такой Объект Модель И Поэтому Вот Это Сообщение В Очереди Сообщение Будет Помечено Как Скипит Ну а Теперь Смотрите У меня Этот Order Подключился К Правильному View Model Это Важно И Здесь Видимо Я Тоже Прошляпил Это Дело Вот Теперь Это Все Правильно И Последнее Где Нужно Сделать Вот Здесь То есть Другими Словами Если У вас Есть View Model Который Лежит В вашем Сервисе То Никогда В жизни Вы Не Прокинете Между Другими Сервисами Потому Что О нем Никто Не Будет Знать Rabbit MQ Будет Все Время Говорить Что Я Не Знаю Что Это За Сообщение Я Не Могу Его Определить Идентифицировать Потому Что Не Только Название View Model Но Его Namespace Полностью Влияет На Непосредственно Возможность Его Передачи Через Очереди Сообщений Ну И В Общем То Вот Этот У Меня Процесс Теоретически Закончен Mapper Configuration Configuration Давайте Вот так Напишу Order Или Даже По-хитрому Так Вот Order Мы Точно Знаем Что Это Order Вот И Теперь Что У Мне Остается Теперь Раз У 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 Ну Ладно Пусть Так Остается А Нет Я Здесь Это Могу Переименовать Где Он У Меня Та 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 Где Он Масс Транзит Вот Давайте Я Здесь Тран Пока Он Тут Один Лучше Все Так Именовать Правильно Тран Зит И Теперь Соответственно Здесь Мне Решарпер Поможет С Переименованием И В общем У Нас Есть Консумер Который Ждет Реквестов Из Другого Сервиса Реквест Который Будет Вот Таким Вот На Этом Нам Пока Здесь Ничего Не Нужно Давайте Свернем Этот Сервис Масс Транзит Контракт И Тоже Не Нужны Консумеры Тем Более Где То Иначе У Меня Есть Сервис Юзер Перед Тем Как Переключиться В Юзер Сервис Давайте Я Какого-то Запроса Грубо Говоря Если Так Можно Выразиться Который Собственно Нужно Зарегистрировать В этом Самом Масс Транзите И Тот Автоматически Создаст Кью То есть Очередь Ну В частности Создаст Эксченч И очередь Чтобы Ожидать Запроса Для Этого Самого Консумера И Для Того Чтобы Отправить Запрос К Этому Консумеру Нам Соответственно Нужен Реквест Клиент Зарегистрированный В системе С тем Самым Реквестом В нашем Варианте Это Ордер Реквест Который Также Должен Настроен Непосредственно В Рэбит МК Вернее В Масс Транзите Который При Подключении Этих Двух Сервисов Он Свяжет Между Собой И Будет Ждать Между Ними Сообщения Вот Такой Простой Вариант Давайте Для Начала Создадим Квест Хендлер Который Будет Привязан К Ордер Реквест Который Будем Потом Инжектить И Получать Нужно Вернуться К тем Самым Настройках О которых Мы Говорили Как Вы Помните Здесь Есть Специальный Бас Контрол И Ну Давайте Так Бас Я Назову Что Было Понятнее И Здесь Тут Самый Пас Эд Да Я Наверное Опечатался Мне Нужно Конфигурацию Создать Да Конфигуратор Бас И Здесь Вот Есть Эд Реквест Клиент Здесь Мы Будем Писать Эд Реквест Клиент Который Запрашивает Ордер Реквест Вот Это Позволит Сделать Инжек То есть Вот Эта Констрока Она Регистрирует В системе Реквест Хендлер Для Ордер Реквест И Теперь В другом Сервисе Который Называется У нас Нет Я опять Промахнулся Ордер Байс Ордер Сервис Прошу Прощения Здесь Мы Сделаем Регистрацию Как раз Уже Непосредственно Консумера У нас Есть Конфигуратор Ну пусть Тоже Называется Бас Хотя Наверное Это Немножечко Непонятно И Тем не менее Бас У меня Здесь Будет Делать Эт Консумер Вот Вы видите Эт Консумер И Собственно Мне Мне Можно Можно Использовать Ну Давай Вот Так Это Консумер Реквест Подождите Мне нужно Здесь Зарегистрировать Сам Консумер У меня Сам Консумер Называется Ордер Консумер Вот Вот так Он Будет Называться То есть В одном Сервисе Который У меня Будет Отвечать На Запросы Я Регистрирую Консумер То есть Потребитель Запросов А в Другом Сервисе Я Делаю Реквест Клиент Который Эти Реквест В этот Консумер Будет Отправлять Ну Основная Часть У нас Проделана Теперь Нужно Найти Какой Нибудь Контроллер Какой Нибудь Вот Персон Контроллер В Райт Ну Пусть Будет В Райт Хотя Наверное Проще Было Использовать Папку В ней Создам Какой Нибудь Ну Давайте Нет Давайте User Пусть У нас Персон Остается Для Демонстрации А Users Контроллер Будет В Папке Допустим Users И User Контроллер Будет У нас Вот Такой Я Буду Использовать Медиатор Для Того Чтобы Делать Запрос Тот Самый Консумер Ну Здесь У меня Естественно Должно Быть Контроллер Base Чтоб Я мог Делать Вообще Запросы Куда Нибудь Я Не Буду Строить Здесь Никаких User Контроллер Так Контроллер И Единственное Что Я Хочу Сделать Это Установить Road Который У меня Будет Я Не знаю Менял я Что-то Или Нет Сейчас Посмотрю Нет Ничего Не Менял Тогда У меня Роутов Не Буду Пока Ничего Добавлять Потом Походу Посмотрим Итак Смотрите У меня Здесь Есть Давайте Сделаю Так Вот Метод Какой-то Get User With With Orders И Собственно Мне Здесь Нужно Указать Guid Который Будет User Видимо ID Давайте С маленькой буквы Напишем Чтобы Так Было Совсем Правильно И Где-то Здесь Я Должен Сходить Получить Пользователя Взять По его ID И его Guid В смысле Его Ордера Прошу Прощения В системе Ордеров И В общем-то Вывести Внаружи Давайте Запустим Эту Штуку Проверим Что Она Работает Отлично Как раз То Чего Я Говорил Надо Создать Все-таки Здесь Вот У нас Есть Logs Я Отсюда Скопирую Только Кроме Авторизации У нас Есть Два Повторяющихся Пути И Она Обиделась На меня Система Сказала Так Я Овтораясь Не буду Сюда Цеплять Вот А Ордер С Роуд Вот Такой Роуд Я Сделаю Так Роуд Атрибут Хорошо И Здесь Скопирую Эту Штуку И Поставлю Здесь Такой же Атрибут Не Работает Он Потому Что У меня Вот Здесь Написано Гадость Гадость Гет Все Теперь Все Сработает Запускаем Все Сработало Вот Мои Пользователи Вот User Get Orders Вот Здесь Мы Подставим Какой-нибудь Сгенерированный Гуит Ответ И В общем-то У нас Респонс Пустой Отлично Поехали Дальше Давайте Для начала Найдем Нашего Пользователя В базе Данных А потом Сделаем Запрос И наполним Какой-нибудь Там ViewModel Я не знаю Или Ну в общем Не знаю Давайте по порядку У меня просто Нет заготовок Я импримизирую Так У меня Что-то тут Совсем страшное Случилось Ктор И Мне сюда Нужно А Unit Work Пусть будет Так Unit Work Дальше Мне нужно Здесь Ну Тоже Потребуется Маппер Я Предпочитаю Наружу Выдавать Только ViewModel Для простых Проектов Вы конечно Скажете Этого не нужно Но Привычка Она как бы Сильно влияет И так Мне нужно найти User Из Unit Work Get Repository Соответственно Person По-моему Называется У нас А не User Да Person И Я бы Хотел Взять First Default Ну Ну Кстати Можно Find У нас Есть User ID Вот Как бы Разницы Нет Единственное Что у меня Здесь Async Здесь Я должен Тогда Написать Await И Метод Сделать Task Ну И В общем То Мне Теперь Нужно Найти Person ViewModel У меня Такого Нет Да User Person Ну Давайте Посмотрим Из Чего У нас Состоит Person Скопируем Его Создадим Вот В этой же Папке User Давайте Назовем ViewModel Странно Что я Назвал Конечно Ой Model Точка C Sharp Здесь Мы Вставим Те Поля Которые Есть У Пользователя И Там Еще Есть Override От Identity Это Будет ID Вот У меня Есть ViewModel Лишненько Уберем Красивенько Получается Отлично И Раз У нас Есть Person И User ViewModel Нам Нужно Сделать Map С Одного На Другого Person Map ViewModel Person На Вот Что Значит Нейминг Convention Вот Смотрите Я К Проекту Вернулся Буквально Через Неделю И Из Изначально User Service Назвал А Сущность Person Уже Некоторые Непонятки Начались Просто Мозг Помнит И Адаптируется К тому Что Вы Постоянно Используете То Есть Если Person То Person ViewModel Есть Тогда Person Service Ну В общем Ладно Неважно В общем Нейминг Convention Оно Собственно Горя Имеет Важность Во всех Типах Проектов И так Вот У меня Есть Person Мне Нужно Теперь Замапить Var Пусть Это Будет Model Mapper Нет Mapper Map У меня Person Будет Один Person ViewModel Вот он И я Сюда Должен Дать Юзера Ой Должен Поставить Еще Такую Штуку Control K D И В общем То Я могу Вернуть Назад Вот Этот Вот Model А могу Сделать Operation Result Давайте Пока Проверим Что Это Так Работает Что Мы Находим А Мне Нужно Еще Person Найти Давайте Посмотрим Где Мне Найти Этого Person Есть У нас Data В DATE Есть Data Anishalizer В Anishalizer Есть Person ID Вот Такое Давайте Свернем И Здесь Выполнят Мне Реквест Не Нужен У меня Есть User Я Хочу Сделать Вот Этот Control V Найти Этого Person И И Вот Он Тот Самый И В Лампе Суходрищев Как бы Во всей Своей Красе Смотрите Опять же Много Мне часто Спрашивают Удачные Шансы Рассказать Мне часто Спрашивают Зачем Operation Result Каждый раз Вы Пихаете Во все Реквесты И В общем Я Сейчас На Примере Покажу Давайте Какой Другой Идентификатор Сделаю Сделаю Past Ну И Смотрите Что Я Получил То Есть Пользователя У меня В базе Реально Не Существует Респонс У меня Замечательный У меня Нет Никакой Информации О том Что Это Значит Нет Прав Или Нет Пользователя Или База Или Что Там Не Запрещено Или Еще То Вот Это Как раз Мне Говорит О том Что Not Found Поэтому Давайте Поправим Я Скопирую Правильный Кстати Копи Поправим Вот этот Респонс Который Я Сейчас Сделал И Сделаем Все Таки Правильно Я Это Сделаю Таким Образом У меня Сниппет Небольшой Который Может Возвращать Так У меня Там Person View Model Operation Result Да Хочу И Теперь Смотрите Я Есть Нет Не здесь Конечно Я Что-то Не туда Попал Вот Так Хотел Нажать Если У меня User Ravi Null Тогда У меня Operation Add Допустим Ну Пусть Это Будет Ворник Да User Not Found И Ой Точку Запятой Return Operation Все Больше Больше Мне Ничего Не Нужно А Здесь Я Могу Сделать Вот Так Operation Result Ravine Model Точку И Здесь Вернуть Operation А Здесь Я Должен Сказать Что У меня Будет Не Просто Action Result Здесь У меня Будет Action Result Тип Здесь Я Напишу Operation Result И Здесь Person View Model Вот Собственно Какие Изменения Произошли Но Теперь Посмотрите Сколько На самом Деле Будет Больше Плюсов Причем В реальных Проектах Логика Всегда Сложнее Всегда Много Раз Сложнее Поэтому Я Вот Этот Operation Result И И В общем-то Настоятельно Рекомендую Вам Использовать Его Не Конкретно Мой Operation Result На самом деле В раперов В интернете Ну Особенно В Наггет Пакетах Полно Любой Из Который Позволяет Не Только Возвращать Результат Но И Комментировать Его Результат Это Было Идеально Для Любого Приложения Ну Смотрите Я Запросил Запрос У У У У У У У У В Тру Ну И В Метод Данных Я Могу Написать Еще Дополнительную Информацию А Если Допустим Опять Сгенерирую Какую Нибудь Гадость Ну Вот У меня Смотрите Информация Result No Ну И В общем-то В метод Данных У меня Информация User Not Found То есть Абсолютно Понятна Ситуация Что Произошло Ну И Если Я снова Поставлю Нормальный Номер Соответственно Суходрищик Никуда Не День Теперь Смотрите У нас Время Пришло В Person View Model Добавить Некоторое Количество Ордеров Которые Будут Возвращаться Вместе С этим Для Этого Пользователя Давайте Сюда Добавим Эту Информацию Итак У нас Есть В нашей Сборке Которая Называется MassTransit У нее Есть Order ViewModel Собственно Говоря Его Мы Будем Использовать Нам Нет Никаких Преград Это Сделать Поэтому Я Сделаю Здесь Property Inumerable Пусть Это Будет Order ViewModel Мы Уже Знаем Что Он Лежит В Той Сборке И Это Будет Orders Вот Так Вот Единственное Что Мне Теперь Нужно Сделать Это Немножечко Разорваться Разобраться С ViewModel Ну Во-первых У меня Маппинг Уже Сейчас Сломался То Есть Маппер Не Знает Что Делать С Этими Ордерами И Поэтому Мне Здесь Придется Немножечко Поколдовать Для Этого Мне Нужно Сказать Во-первых Что Я хочу Сделать Я хочу Исключить Его Из Сборки То Из Маппинга Я Буду Автоматически Вернее Я не буду Автоматически Маппер Использовать Который Должен Будет В том ViewModel Который У меня Есть Соответственно Искать Эти Ордеры И Поэтому Я хочу Сказать Orders Здесь Мы Напишем Объект О Точка Map From Нет Здесь Мы Напишем Ignore О Точка Ignore Все Получилось То есть Я Сказал Мапперу Чтобы Он Не Маппил Ничего Не Искал Где Эти Ордеры Искать Я их Буду Маппить Вручную Дальше Так как У меня Это Готово Теперь Это Я тоже Закрываю Где У нас Юзер Контроллер Вот он Собственно Говоря Теперь Пришло Время Сделать Реквест В тот Самый Ордер Сервис Через Мастер Анзит И Получить Те Самые Ордеры Ну Для Начала Давайте Я создам Так Вот Ордер С Равно А Здесь Чтоб Не забыть Модел Точка Ордер Давайте Тогда Не так Сделаю Ордер 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 Равно Чтоб не забыть Во всяком случае Нет Это что-то Не то Вот Ну ё-моё Перемены Подзамены Автозамены Вот И теперь Мне нужно Получить Тот самый Результат С того Самого Сервиса Но Для того Чтобы Это сделать Мне Нужно Сюда То есть В этот Самый Контроллер Заинжектить Тот Самый I Request Ой Request Request Клиент И Собственно Горя Мой Request Клиент Будет Носить Generic Тип Который Называется Ордер Request Я вот так Вот просто Назову Request Клиент Ну Обычно Бывает Что их И несколько Инжектится Поэтому Каждый Именовать Нужно В соответствии С тем Что он Реализует Но Я пока Вот так Сделаю Ну и В общем Здесь Мне нужно Сделать Request Клиент Здесь Мне нужно Сделать Create Response Здесь Мне нужно Написать Order Response Вот И сюда Мне нужно Сейчас Покажу Сигнатуру Вот Подставить Самый Order Request Можно Сделать Это Вот так То есть По простому И здесь Вот User ID У меня Будет Равен Там Его Самому User Которого Будет ID Я Думаю Что Сейчас Так У меня Здесь Прилетят Ордеры И Это Будет Только Message Мне Нужно Взять Result У этого Месседжа И Этот Result Имеет Message Который Собственно Ордер Респонд Содержит Здесь Конечно Неправильно Написал Потому Что У меня У Месседжа Есть Как раз Ордер Ну Можно Таким Образом Но Я все Ряку Здесь Поставлю Чтоб Мы Увидели Так Собственно У нас В одной Сборке И во Второй Сборке Уже Все Есть Я Сейчас Здесь Открою Orders Я Даже Запущу Я Теперь Открою Users Здесь У меня Бряка Стоит Запущу Но Теперь Открою Открою Теперь Rabbit Сейчас Проекты Стартанут Вот Один Не Стартанул Вот Второй Ну Ладно Второй Стартанул А Этому Не Понравилось И В общем То Здесь Default Time Profiler Она Сказала Что Order Ну Да Мы Там Изменили Этот ViewModel Надо Это Не Стартанули User Потому Что Нет Order Не Стартанули Потому Что Сейчас Секундочку Define Properties Сейчас Один Момент Так Ну Здесь Написано Что Order Mapper Configuration Содержит Дубликат Странно Давайте Проверим Order Stop Давайте Проверим И У нас Здесь Должен быть Какой-нибудь Такой Create Map Map Нет Map Вау Тут Их Много Давайте Вот так Сделаем Нет Так Придется Поискать И У нас Есть Вот Mapper Configuration Так Коллеги Скорее всего Это связано С тем Что У меня Уже Был Зарегистрирован Mapper Configuration Так Давайте Сделаем Таким Вот Образом Я Создал Новый Где он Он Вот Он А я Один Order Удалил Давайте Сделаем Так Вот Ctrl T Да Кстати Вот Он Вот Маппер Configuration Другой И Там То же Самое Ну В общем То Что Маппер Нам И Сказал Давайте Я Тогда Вот Этот Удалю И Теперь Запустим Заново Еще Раз Если Да Остановил Все Все Проекты И Теперь Уже Будем Смотреть Что У нас Есть Непосредственно Давайте Вот Так Сделаем Красиво Вот Запускается Первый Вот Запускается Второй Переключаемся Подключился Первый Через Какое-то Время Подключился Другой И Вот Что Я Хочу Показать Сейчас У нас Уже Автоматически В Эксченжах Сформировался То есть Связались Два Проекта Ну Во-первых Ордер Сервис И Юзер Сервис Они Нашли В Роби Тим Кью Собственно Гряв В Мастер Точке Соприкосновения То Один и тот же Внимание Обратите на Название От этого Контракта Контракт Мастер Анзит В Модел Ордер Реквест Именно поэтому Связь свершилась И теперь Эксченж Ждет сообщение Собственно Каждый Я не помню Я не помню Для Ордера Реквеста Реквеста Ордера Но мы сейчас Приверим У всех Так Я сворачиваю Это И в общем То Что я делаю Я хочу Получить Вот Для пользователя Его Ордеры Которые Лежат На другом Сервисе Я делаю Запрос Вот у меня Улетел Запрос Вот у меня Прилетел Реквест И как вы видите Он еще не выполнен Конечно же Я здесь Лоханулся Ну собственно И про старуху Бывает порноха Здесь нужно нажать Выбрать Эвейт Давайте я это сделаю Потому что Он возвращает Таск Я забыл Про это И Ну да Результ Я поставил Молодец Ну давайте Еще раз Запустим Так Юзеры лишние Закроем Коннект Свершился Собственно Игра Можно делать Запрос Я отправляю Запрос Теоретически У меня Стоит Бряк А вот он Консумер Тот самый Который Находится Обратите Внимание Вордерс Он перехватил Контекст Ну в смысле Запрос Вот он Самый Тот Идентификатор Вот я нашел Все ордеры В базе данных Их у меня Три Теперь я их Замапил Все На Models Вот у меня Три Модела И я делаю Респонс Смотрите Сейчас Вероятность Того Что Это Сработает Она Сейчас Немножечко Ну Немножечко Не такая Да Она Нам Сказала Давайте Другими Словами Скажу Сейчас У меня Мастер Анзит Сказал Что Реквест Фолд Потому Что Мессед Тайп Нужно Явно Указывать Чего Из Кого Мы Хотим Получить И Собственно Грая Она Мне Показала Что Ордер С Юмодел Давайте Немножечко Остановим Ордер Сервис Потому Что Мы Не указали Конкретный Тип Возвращаемого События Возвращаемого То То есть Мы Говорим Вернуть ViewModels И Вот Здесь Вот Их Отдаем Теоретически Мы Должны Отдать Не ViewModels Я Вас В очередной Раз Обману Потому Что У нас Есть Специальный Тип Который Называется Response Вот И Он У нас Остался А Ну Да Конечно Я Его Создать Создал Но Я Не Заиспользовал Ну Конечно Так Бывает И Теперь Как Раз Вот Вернемся В orders И Доделаем В общем Смотрите Я получил Здесь Во первых Мне нужно Здесь Написать Response Нет Orders Response Orders Response А Сюда Мне нужно Сказать New Order Response И Сказать Что Я хочу Orders Отдать Вот Таким Вот Образом Вот Я Прошу Прощения За то Что Сбил Вас Потому Что Ну Во первых Я не готовился Так Получилось Что Времени Абсолютно Ниже Не хватает Давайте Запустим Еще раз User Service У нас Сработает Я Даже Вот Так Отключу Бряку Ну На самом Деле Это Неплохо Потому Что У нас Есть Queue Которая Вот Она Сработалась Здесь Зарегистрировался Один Consumer Здесь У нас Есть Одна Запись И Обратите Внимание У нас Есть Ордер И у нас Есть Ордер Ерор Это Как раз Тот Вариант Когда Данные Передаваемые То есть Запрашиваемые Данные ДТО И Возвращаемые Данные Не Соответствуют И В общем То У нас Вот Такие Появляются Сообщения Что У нас Они Обработанные Есть Какие То Месседжи Но Кстати Можно Удалить Этот Queue Первый Вариант Получить Из него Сообщение Второй Вариант Ну Я Сейчас Просто Нажму Еще Раз Так Не туда Нажму Еще Раз Получить У меня Вот Он Консумер Давайте Я тоже Бряк Уберу Потому Что Таймаут Имеет Значение Рэббит Долго Не Ждет Он Работает Очень Быстро Ну И В общем То Если Таймаут Обработки Консумера То Рэббит Сделает Это Ну Зафейлит Это Сообщение И Скажет Что Она Не В моем Варианте Смотрите Все Получилось Я Получил Пользователя Соходричи Фивламп Отлично Работает Он Молодой Но Уже Перспективный И У него Как видите Уже Тех Три Самых Сообщения Ну И Ради Прикола Смотрите 9 секунд Был Запрос Этот Запрос Потому Что Был Дебаг А Если Я буду Использовать Ну Простой Запрос То Вот Смотрите 850 Миллисекунд Я Хочу показать Что Скорость Она Вот 800 Она На самом Деле Достаточно Быстро Работает И В Концепте Несколько Запросов К сервисам Вы Практически Не Увидите Разницы Ну И В общем Смотрите Еще Что Хочу Показать Если Сделать Вот Таким Вот Образом И Делать Запросы Вот И Я Хочу В Консумер И В Оверю Переключиться А Вот Здесь Сейчас Как Вы Видите Запросы Шли Сейчас Еще Раз Делаем Сейчас Еще Раз Делаем Сейчас Еще Раз Делаем И Как Вы Видите Запросы Идут Каждые 5 Секунд Идет Обновление В Общем Все Это Как Бот Вот Вот 5 Моих Запросов Вот Они В Этот Момент Свершились На Чем Нужно Остановиться Нужно Остановиться Вот На Чем Допустим У Нас Есть Несколько Сервисов Которые Должны То Смотрите RabbitMQ В частности Вообще Вот Этот MessageQ Протокол Он Гарантирует Доставку Сообщения Адресату Собственно Говоря Если У вас Будет Несколько Ордеров В Сети Или Несколько Юзеров Получается Своего рода Балансировка Потому что RabbitMQ Будет Раздавать Сообщения Один Одному Другому Ну и В общем По очереди Все Есть Еще Возможность Общения RabbitMQ По Протоколу PubSub То есть По Публикатор Субска Паблишер Субскрайбер То есть Публикатор И множество Получать То есть Другими Словами Широковещательный Запрос Я Не думаю Что это В принципе Хотя Если будут Интересны Я могу Показать Как Этот Широковещательный Запрос Можно Сделать При помощи RabbitMQ Пишите В комментарии Если Это Нужно То Создадим Еще Один Сервис И С Какого Нибудь Там Ордера Отправим Уведомления Юзерам Допустим И Еще Какому Нибудь Сервису Что У нас Новый Ордер Создался Пожалуйста Примите Меры Там Ну В общем Такой Широковещательный Запрос Который Интересно Можно Будет Это Проделать Но Для Этого Давайте В комментариях Отпишемся Что Это Нужно Ну А На Этом Наверное Все Мне Пока Больше Показать Нечего Напишите Спрашивайте Комментируйте Лайкайте Шлите Деньги Посылки В общем Всем Пока Продолжение следует